Научно-исследовательское судно Бельгика, которое было передано Украине королевством к Бельгии, прибыло в Одессу. Оно пришвартовалось у 19-го причала морского вокзала рядом с ледоколом Джеймс Кларк Рос. Замминистр экономики и труда Бельгии Томас Дермин ранее заявлял, что Бельгика принимала участие более чем в тысячи научных кампаний. Чиновник назвал судно ни много ни мало флагманом бельгийской морской науки. На начале этого года и еще несколько месяцев назад в Украине не было никакого научно-исследовательного судна на ходу. Следующий научный рейс в Черном море произошел в 2011 году, то есть 10 лет назад. Следующий научный рейс в открытом океане произошел 20 лет назад, в 2001-2002 годах. И, фактически, научно-исследовательный флот Украины весь был уничтожен. Главная миссия судна – исследование и мониторинг Черного моря. На борту находятся 5 лабораторий – рыболовство, гидрологическое, химическое, биохимическое и микробиологическое. Экипаж – 15 человек. Научный персонал состоит из 16 сотрудников. К слову, наш экипаж, перегоняя судно из Северного моря в Черное, уже начал тестировать его научные возможности. Уникальное судно. Такого судна на сегодняшний день не было на Черном морском пространстве. Основной его достоинство заключается в том, что с его помощью можно закрыть практически все индикаторы в соответствии с европейской директивой по морской стратегии. С его помощью мы попытаемся не только для Украины, а в принципе для всех причерном морских стран собрать всю информацию, которая нам необходима по экологическому состоянию Черного моря. Напомню, что судно построили в 1984 году. Его длина составляет более 51 метра, а ширина – 10 метров. Как и ледоколу Джеймс Кларк Росс, подарку бельгийцев придется сменить имя. Вскоре судно обретет новое название и принесет результаты первых исследований под украинским флагом.